В полуфинал Кубка Краснодарского края вышли четыре сильнейшие мужские и женские команды. Все спортсмены входят в состав сборной региона, за исключением одной команды под названием «Скотиш Клаб Мэн». Ее игроки – обычные любители и сотрудники керлинг-центра «Ледяной Куб». На этой арене краевые соревнования проводятся часто, только в этом году больше десяти. Быть наблюдателем хорошо, говорит Валерий Лысов, а самому выйти на лед вместе с профессиональными спортсменами еще лучше. Мы сейчас играли, можно сказать, ничью 1-1 за два энда. Наш соперник – юноши Краснодарского края. Серьезные соперники? Ну, конечно, они натренированные. У нас вообще первое соревнование. Проявили энтузиазм и тренировались, чтобы появилось наше желание, мы на него вышли. С этими же соперниками любители продолжили борьбу за третье и четвертое место в финале. В итоге бронза досталась молодым. Среди профессионалов у мужчин зрелищная борьба шла между первым и вторым составами сборной Краснодарского края. Такая же яркая игра была и у команд «Инфинити» и «Юниорки». Кстати, в составе последней, которая, ко всему прочему, взяла серебро на Кубке России, играла Полина Мурзина. Сегодня она праздновала не только победу в турнире и присвоение звания мастера спорта, но и свой день рождения. «Керлинг» стал моей семьей и мне очень приятно день рождения проводить в этом месте. Как так вышло, что совпали дни, я не знаю, но я очень рада этому. Лучшими по итогам финальных матчей Кубка стали юниоры мужской и женской команд. В любом случае победила сборная Краснодарского края, пополнив свою копилку медалями и получив хороший опыт перед новым сезоном. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.